Новый сезон уже начался, а у тебя нету FIFA Points? Тогда как можно скорее пиши Владу Капусте. Лучшие цены и самая быстрая и качественная доставка. Ссылочка на мою страничку в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад Капуста. И сегодня настал тот момент, когда мы с вами обсудим о иконах FIFA Mobile. Это свершилось, наконец-то. Но перед тем, как мы обсудим с вами все новости о втором сезоне FIFA Mobile, я хотел бы для вас сделать конкурс на накрутку 5750 FIFA Points на ваш аккаунт. Для того, чтобы стать участником данного конкурса, вам нужно все лишь быть подписчиком моего канала. Это обязательное условие. Также поставить лайк под этой видеозаписью и написать в комментариях ссылочку на свою соцсеть, чтобы я с вами сумел связаться, если вы становитесь победителем данного розыгрыша. Всем вам, друзья, хочется пожелать приятного просмотра, а также удачи как можно больше в конкурсе и в личной жизни. Пожалуй, начнем с того, что E-Sports в этом сезоне вправду одумались и решили заказать самую масштабную рекламу, как на мое мнение, так как Криштиан Роналду, я не помню, чтобы рекламировал саму FIFA 18 у себя на страничке в Инстаграме. Но тут так случилось, что именно FIFA Mobile и лично трейлер FIFA Mobile, он рекламирует у себя на страничке в Инстаграме. А вы задумайтесь, на одну секундочку у него на страничке в Инстаграме 115 миллионов подписчиков. Вы напишите в комментариях, пожалуйста, у кого есть больше подписчиков в Инстаграме, чем у Криштиана Роналду. Мне интересно было бы узнать этого счастливчика. Ну а пожалуй, пока что Криштиан Роналду находится на одних из самых топов по количеству подписчиков в Инстаграме. Это самое верное решение E-Sports за столько много лет, так как Криштиан Роналду принесет им огромную аудиторию, которая захочет проверить вообще эту игру. Благодаря тому, что увеличится аудитория FIFA Mobile, будет намного интереснее играть. Вы сумеете завести себе больше новых знакомств, а также будет больше игроков, которые с вами сыграют в режиме атаки. Это очень правильно, так как будет больше информации полезной. И надеюсь на то, что не только буржуи заметят пост Криштиана Роналду в Инстаграме, а также еще заметят наши ребята, которые из СНГ, из Украины и еще других стран, которые владеют русским языком. Это было бы очень здорово, так как я понимаю, что игра более рассчитана на ребят из Америки и Европы, так как те ребята могут принести больше прибыли самим E-Sports. Вот также у нас есть ребята, которые тоже могут вкладывать деньги в эту игру. Не знаю, почему они к нам так и теоретически плохо относятся, то что наших ютуберов они, например, не замечают, а замечают всего лишь иностранных ютуберов. Но не в этом суть. Но скажу, реально как есть, FIFA Mobile начинает принести какие-то нам плоды удовольствия, так как мы можем с вами собрать нашу любимую команду, развивать всех наших любимых игроков до того уровня, в котором мы захотим. Не то, что предлагала нам раньше E-Sports. Мы покупаем одного игрока, нужно его бафать с помощью других игроков, а сейчас мы просто будем сами развивать игрока с помощью тех навыков, которые нам предлагает E-Sports. Это очень замечательно. Они для нас придумали, во-первых, много новых событий, много чего нового, то, чего раньше не было у нас в этой версии FIFA. И оно стало разнообразной, постоянно что-то меняется, постоянно что-то новое добавляют, и за это им огромный плюс. Конечно, есть сейчас претензии к рынку, так как рынок вообще нестабилен, там непонятно какая разбериха и чумиха происходит, но очень хочу, чтобы они как можно скорее его настроили. И если вам не нравится то, что происходит с рынком, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Может быть, у кого-то из вас есть вообще способ заработка монет на рынке? Поделитесь со мной этим, а я с помощью вас умею поделиться с моей аудиторией подписчиков, чтобы вы все были в удовольствии, да и я сам. Второе, то, что мне больше всего понравилось, это то, что наконец-то мы себя будем уже комфортненько чувствовать, и у нас появятся кумиры в этой версии FIFA. Это и правда здорово, когда мы сумеем сыграть за нашего самого любимого игрока, это Рональдини. Я уверен, что каждый из вас вообще вырос на его футболе, и посмотрели, какие он финты завершал, и просто хотели повторить за ним этот финт. Не уверен, что у всех получается, но, посмотря на его футбол, реально появлялась эта улыбка на лице, потому что хотелось тоже повторить то, что он вытворяет. Я не знаю, как можно... У него такие неимоверные, красивые были таланты. Да и сейчас, я думаю, остались. Это один из самых крутых футболистов, которые только есть. Барселона им должна гордиться на все 100%, так как этот человек для них самый огромный заслуг, который только был. Конечно, сейчас Леонель Месси феорит в Барселоне, но на то время, то, что показывал именно Рональдини, это был сверхвысокий класс. У вас будет возможность с помощью Магини совершать невероятные отборы у атакующих игроков, а также ваш Лев Яшин на воротах. Вы просто представьте себе, когда играют против вас соперники, смотрят, Лев Яшин на воротах думает. Вот это да. Представьте на секундочку то, что в вашей команде будут находиться настоящие кумиры. Это будет напоминать саму 18-ю FIFU. Да, конечно, может быть геймплей не такой, у вас нету джойстика. Но, друзья, с помощью смартфона можно так же себя комфортно и круто чувствовать, так как смартфон вам дает возможность, во-первых, на учебе, в дороге где-то. И не только в дороге, да и вообще в любом месте, грубо говоря, где есть 3G интернет, либо 4G, это очень круто и это здорово. Так как консоль, например, вы, да, можете взять к вашему другу, вашего друга поиграть, да, круто, конечно. Но, блин, друзья, это столько геморроя на самом деле. А когда вы просто едете в маршрутке, просто расслабиться, получите какую-то маленькую энергию удовольствия, того, чтобы улучшить ваш состав, сыграть парочку матчей в режиме атаки. Да, конечно, бывают вылеты, но, блин, без них никуда, конечно. В самой FIFA 18 постоянно происходят вылеты. Чё нам жаловаться? У нас намного меньше вылетов и вообще дисконнектов всяких в этой версии FIFA Mobile, чем в основной FIFA 18. Так что, друзья, для нас FIFA Mobile очень сильно старается. В том сезоне, конечно, я не увидел ихнего старания, в том сезоне было одно выкачивание, а в этом сезоне всё совсем по-другому. Всё выглядит намного ярче, круче. Да даже присмотритесь на этот трейлер, который они для нас сделали. Выглядит и вправду бомбезно. Я вот когда посмотрел на то, что как они постарались этим трейлером, там вот видно то, что есть какой-то прогресс вверх. Не то, что раньше было до этого. То, что мы сидели на одном месте, и мы не знали, что делать дальше. Кроме того, как постоянно тратить свои монеты и FIFA Points на паки, в надежде на то, что нам вдруг выпадет элитный игрок, и всё, вау, у меня выпуск зашёл, это круто, когда мне выпал элитный игрок. А тут весь кайф будет не только от того, что я открою паки, а от того, что я могу улучшить игрока своего, от того, что я могу сделать так, чтобы мой игрок стал настоящим мастерским игроком. Это очень круто, друзья, на самом деле. Ну и когда получаешь кумира, свой состав, это вот просто сногсшибательно, на самом деле смотрится. Состав намного красивее смотрится, сексапильнее, и понимаешь уже, что это, наконец-то, та версия FIFA Mobile, которую мы с вами так долго ждали. В общем, ребята, если вам понравилось в таком роде информация, то не забудьте влепить лайк под это видео в записи, написать какой-то приятный комментарий, и также подписаться на мой канал, так как каждая ваша подписка, на и правда, влияет на развитие моего канала. Всем вам, друзья, хорошего дня, хочется пожелать. А также, до скорых встреч. Всем пока!